В эфире МассМедиа Ньюс. Смотрите сегодня. Налить упала с крыши дома в Петропавловске и чудом не задела женщину. Один нетрезвый водитель попался сотрудникам ГИБДД утром 9 марта на Камчатке. Жители краевой столицы могут выбрать, что они хотят видеть в Петропавловске. Подробности далее. Налить упала с крыши дома в Петропавловске и чудом не задела женщину. Прокуратура краевой столицы организовала проверку инцидента. Днём 7 марта осколок льда упал с крыши дома на улице Циолковского. Он повредил машину. По счастливой случайности гулявшая с собакой во дворе женщина не пострадала. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения управляющей организации законодательства в сфере содержания общего имущества дома с решением о привлечении виновных лиц к ответственности. Один нетрезвый водитель попался сотрудникам ГИБДД утром 9 марта. Они провели послепраздничный рейд на выявление пьяных за рулём в Петропавловске и в Ельзовском районе. В этом году 8 марта не отразилось на камчатских водителях. Среди всех машин, которые были остановлены, попался только один пьяный водитель. Напоминаем, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение законодательством предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1. Всего же в рамках рейда инспекторы ГИБДД выявили 44 нарушения требований правил дорожного движения. Так, три водителя сели за руль, не имея водительского удостоверения. У 17 автовладельцев отсутствовал полис ОСАГО, 13 человек забыли пристегнуться. Камчатская госавтоинспекция призывает жителей региона не быть равнодушными к нарушителям правил дорожного движения и проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть госавтоинспекции по телефону 46 92 02. Решил обхитрить всех. Мельковчанин продал машину и заявил о ее угоне. В полицию обратился 45-летний мужчина. Он написал заявление на родственника, якобы тот украл у него автомобиль «Волга». В ходе проверки выяснили, что молодой человек купил у него машину на законных основаниях. Мельковчанин соврал. При этом он был предупрежден об ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф до 120 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода. Либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Шесть мигрантов прописала в своей однушке жительница Петропавловска. Конечно, она это сделала не по доброте душевной, а за деньги. При этом хитрая предпринимательница не собиралась пускать их жить к себе. Все было сделано, так сказать, для галочки. В полиции в отношении 43-летней женщины возбудили уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранцев. Теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы. Главу управляйки на Камчатке будут судить за растрату 14 миллионов рублей коммунальных платежей. Уголовное дело возбудили против 49-летней жительницы полуострова. По версии следствия, обвиняемая, являясь руководителем управляющей компании, в период с января 2015 года по июнь 2020 организовала схему хищения денежных средств, полученных от жильцов многоквартирных домов в качестве оплаты услуг ресурсоснабжающей организации. И регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. Деньги перечислялись по мнимым основаниям на подконтрольные ей счета индивидуального предпринимателя. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса причинен ущерб в размере 14 миллионов рублей. В качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного ущерба на имущество обвиняемой, наложен арест. Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Петропавловский городской суд. Трех сотрудниц подпольного казино отправят под суд на Камчатке. Их обвиняют в незаконной организации проведения азартных игр в Петропавловске и Елизове. Нелегальные игорные клубы работали там с 2021 года по июнь 2022, пока их не накрыли полицейские и сотрудники ФСБ. Как рассказали в следкоме, одна из обвиняемых, 40-летняя женщина, занималась финансовым обеспечением криминального бизнеса. А две её поддельницы выполняли роль крупьи операторов, которые общались с посетителями. Уголовные дела обвиняемых переданы прокурору для утверждения обвинительных заключений. Расследование дела в отношении остальных участников банды продолжается. Сквер на Войцешика или территория по улице Ломоносова, 4. Жители краевой столицы могут выбрать, что они хотят видеть в Петропавловске. Голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2023-2024 годах продлится до конца недели. Решение об участии Краевого центра во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в субъектах ДФО принято главой Петропавловска Константином Брызгиным. Отдать свой голос можно будет до 13 марта включительно за благоустройство одного из двух объектов – сквер на Войцешика или территория по улице Ломоносова, 4. Проголосовать можно на сайте администрации Петропавловска. В случае победы на Всероссийском конкурсе выбранная горожанами территория сможет претендовать на федеральные средства для реализации проекта. Добавим, конкурс проводится Минстроем РФ по инициативе президента России Владимира Путина с 2018 года. Массовую проверку наличия хорошего настроения у камчатских автоледи провели накануне инспекторы ГИБДД. Семьи участников спецоперации могут получить психологическую помощь на полуострове. Юные камчатские сноубордисты завоевали три медали первенства России. Подробности далее. Вместо штрафа – открытка и шоколад, а вместо жезла – букет цветов. Массовую проверку наличия хорошего настроения у камчатских автоледи провели накануне инспекторы ГИБДД. Совместная акция госавтоинспекции и радио СВ «Королевы камчатских дорог», приуроченная к 8 марта, прошла на главной площади краевой столицы и у Елизовского памятника с медведями здесь начинается Россия. Женщинам дарили цветы, конфеты, яркие светоотражающие наклейки и открытки с поздравлениями. Акция – это очень приятно, конечно. А для девушек – любите, будьте любимы, красивы. И главное – здоровье. И мирного неба над головой. Спасибо большое за поздравления. Неожиданно, очень приятно. Всех девушек, женщин, мамочек, бабушек, всех поздравляем с этим женским весенним днем, чтобы у всех была весна. Автоледи с удовольствием общались с инспекторами, благодарили за поздравления, обещали быть за рулем внимательными и осторожными. А одной из них даже посчастливилось выйти в прямой эфир вместе с корреспондентом радио СВ и поздравить прекрасных землячек с праздником. Королевы Камчатских дорог в эфире радио СВ. На связи с нами наш корреспондент Роман Дугин. Он где-то уже на улицах нашего города. Роман, добрый день. Привет. Несмотря на то, что на улице пасмурно и снежно, в наших сердцах настоящая весна, потому что сегодня радио СВ совместно с краевой госавтоинспекцией проводит акцию «Королевы Камчатских дорог», в рамках которой мы поздравляем милых дам с праздником 8 марта. И сейчас со мной несравненная Римма, которой уже вручили букет цветов. Римма, здравствуйте. Я вас от всей души поздравляю с праздником. Как ваше настроение? Отлично. Как будете отмечать второй женский день? Работать. Римма, ну вы как прямо как радио СВ всегда на работе. Римма, я от всего... Всегда на работе. Да, от всего... Самое рабочее настроение. Что пожелаете нашим слушательницам? Слушательницам, здоровья, счастья, взаимопонимания, любви, весеннего настроения и всего хорошего. Римма, эти аплодисменты для вас. Их слышат все радиослушатели, весь мир. Прямо не побоюсь этого громкого слова. И от всего коллектива, от всего мужского коллектива радио СВ примите наши самые искренние поздравления с этим праздником. Кстати, как говорят инспекторы, дорожная статистика не подтверждает расхожее мнение о том, что женщина за рулем – это не к добру. По статистике, женщины за рулем несколько дисциплинированнее мужчин. Вот пускай так это будет всегда. Ну, да простят меня мужчины, но это действительно так, а статистикой не поспоришь. Мы еще раз поздравляем наших прекрасных дам с этим прекрасным праздником. Мы желаем вам безопасных, ровных дорог, здоровья. Опять же напомню, улыбайтесь почаще, радуйте нас своим хорошим настроением, с праздником. Редакция МАС Медиа Ньюс присоединяется к поздравлениям и желает дамам любви, благополучия, здоровья и процветания. Семьи участников спецоперации могут получить психологическую помощь на полуострове. Ее оказывают на базе специального дома ветеранов. Учреждения также помогают в восстановлении камчатских бойцов. Для того, чтобы получить услуги в Камчатском специальном доме ветеранов, необходимо обратиться в администрацию учреждения, предоставить ряд необходимых документов и будет решен вопрос о прохождении реабилитации. Социально-психологические услуги члены семей, военнослужащих, мобилизованных, добровольцев могут получить уже сегодня в этом учреждении. Участники спецоперации посещают курсы реабилитации бесплатно. Они получают консультации врачей, в том числе психологов. Занимаются адаптивной физкультурой, чтобы улучшить дыхательные функции и проходят физиопроцедуры. На базе Камчатского специального дома ветеранов также работает пункт проката технических средств реабилитации, в котором и участники СВО могут взять во временное пользование необходимое оборудование. Добавим, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил создать специальный государственный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Учреждение будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, переквалификации и трудоустройстве. Камчатские ученики По результатам заявок принимает участие 21 обучающихся с 8 по 11 класс образовательных организаций Камчатского края из шести муниципальных районов и городских округов. Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городские округа, Елизовский, Карагинский, Мильковский, Усть-Большерецкий и Усть-Камчатские муниципальные районы. Жюри выберет победителей в семи номинациях. Председатель совета обучающихся года, общественник года, доброволец года, патриот года, творческая личность года, спортсмен года и интеллект года. Школьники смогут не только продемонстрировать свои таланты и знания в различных сферах, но и обменяться опытом с другими и пообщаться со сверстниками. Для участников будет организована образовательная и развлекательная программа, тренинги, мастер-классы, экскурсии. Имя победителя, самого интеллектуального и талантливого школьника Камчатки, станет известно 1 апреля на церемонии награждения. Также назовут имена двух лауреатов. Победитель регионального этапа станет участником федерального этапа и представит полуостров на всероссийском конкурсе «Ученик года». Гиль Берингия приходит рано. Легкий этап в 30 километров каюры проходит настолько быстро, что на пинише еще сохраняется утренний мороз. Встречают гонку здесь на центральной площади, а размещают на ночевку в Доме культуры. За этот день собаки успеют хорошо отдохнуть перед новым длинным переходом. Тигиль – это контрольная точка для отстающих каюров. По положению гонки они не должны проигрывать лидеру больше, чем 14 часов. Разницу между первым местом и восьмым – 27 часов и 44 часа. Причем это, ну, да, мы понимаем, что это очень много. 17 часов. 17 часов в связи с чем? Конфиса остается в тигере. Так что продолжить он не сможет. Ну, я в 20-м году даже Заня и Рюмина избивала на этих собаках. А сейчас я подготовилась гораздо лучше. У меня такой разрыв получился. Не ожидала. Я не ожидала, честно говоря, потому что я все сделала правильно. Собаки у меня готовы, Катя видела. Прямо, прямо, прямо. Идем, 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 идем. Папа, папа, папа. Давай, 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 давай. До Ваямполки Каюры мчат по автомобильной дороге. 87 километров быстрее всех пролетает Николай Левковский за 5 часов и 1 минуту. Ну, конечно, по дороге-то легче так. Но это сильно долго не набегаешься по дороге. Потом лапу подбивает, плечи подбивает. Этап Ваямполка Кахтана запомнится каюром неожиданной встречи с табуном северных оленей. Сперва они пасутся буквально вдоль дороги, но с приближением собачьих упряжек сбиваются в плотное стадо. Жесткая дорога портит полозья Нарт. На этапе Тополаны каюры начинают снижать скорость. Особенно лидер гонки Алексей Попов. Но день отдыха даст каюрам возможность заняться ремонтом снаряжения. А кому-то принять трудное решение. После того, как Анфиса Бразолук была снята с гонки в связи с длительным отставанием, следующим претендентом, скажем так, отставанием именно по времени был Андрей Казаков. Последний этап, который был Кахтана-Полановым, был тоже достаточно сложным, как и два предыдущих, когда мы шли с тегеля. И показали собачке не совсем хорошее самочувствие. В связи с чем Андрей пришел на финиш, одна собачка у него находилась в пологе. По итогам отдыха двух дней, сегодня, перед завтрашним выходом, в 18.10 поступило заявление о том, что он по самочувствию собак, по собственным желаниям, снимается с гонки. Лидером беренгийского зачета остается Алексей Попов. Он получает в Палане приз памяти Владимира Самарского за первое место на экваторе гонки. Второе место занимает Николай Левковский. Третье – Андрей Семашкин. Дело в том, что так получилось, что ровно 20 лет назад я стал обладателем самого первого приза, летчика Самарского. И теперь вот по истечению 20 лет я получаю третий приз такой. Спасибо. За того, чтобы было. Девушек беренги и здесь торжественно поздравляют с 8 марта. Дальше гонка следует до села Лесная, затем Дикая ночевка на базе оленеводов и один из самых сложных участков пути – Карагинский перевал. Активнее принимать участие в конкурсе на лучшее видео о путешествиях Дальний Восток – Земля приключений призывает горожан мэрия Петропавловска. Жители могут рассказать всей стране о туризме на Камчатке и побороться за главный приз – 3 миллиона рублей. Принять участие в конкурсе могут и дети с 10 лет, но под руководством взрослых. Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри. Для участия надо пройти регистрацию на портале путешественникдв.рф, заполнить анкету, зарегистрировать свой маршрут в МЧС, а также описать маршрут квалификационной комиссии, указать время его проведения. После этого заявка считается принятой. Добавим, старт конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» анонсировал заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в августе прошлого года. Так, правительство страны хочет поддержать активных путешественников. Конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» проводится до 30 сентября 2023 года. Камчатский горнолыжник Иван Кузнецов стал двукратным чемпионом России. Во вторник, 7 марта, на соревнованиях в Южно-Сахалинске он завоевал золото в стлаломе-гиганте. В этот день был туман, который внес свои коррективы. Было много задержек, а первый заезд у мужчин длился более двух часов. Но мужской стлалом-гигант в рамках чемпионата России, несмотря на непогоду, все же состоялся. В первой попытке финишировал 41 горнолыжник из 67. Лучшим в первом заезде стал Иван Кузнецов. На 62 сотые он превзошел Павла Трехичева из Санкт-Петербурга, а Александр Андриенко из Калужской области уступил 91 сотую. На четвертой и пятой строчках расположились Иван Мизинцев из Санкт-Петербурга и Григорий Гусев из Москвы. Иван Кузнецов подтвердил свое чемпионство и во втором заезде. Следом за ним оказался Иван Мизинцев, немного уступил Павел Трехичев. По итогу двух заездов победителем стал камчатский спортсмен Иван Кузнецов. Серебро у Павла Трехичева, а бронза у Ивана Мизинцева. Как сообщили ранее, несколько дней назад Иван Кузнецов в Южно-Сахалинске завоевал золото в параллельном слаломе. Редакция МассМедианьюз поздравляет Ивана Кузнецова и желает ему побед в будущих соревнованиях. Юные камчатские сноубордисты завоевали три медали первенства России. Воспитанники краевой спортшколы по сноуборду выступили в дисциплине сноуборд-кросс. Спортсмены получили одну золотую и две бронзовые медали. Среди юниоров первое место заняла Софья Тимонькина, выполнив норматив мастера спорта. Айгор Яничкин стал бронзовым призером и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Среди юношей третье место занял камчатский спортсмен Матвей Верещака. Первенство России по сноуборду, участие в котором принимают более 150 спортсменов и в том числе представители полуострова, проходит с 7 по 10 марта в Кемеровской области. Редакция Масс Мелия Ньюс поздравляет юных сноубордистов с успешным выступлением и заслуженными наградами и желает им успехов и побед в будущем. Любителям рока посвящается незабываемое шоу от виртуозных волынок и барабанов Оркестр волынщиков «Сити Пайпс» на Камчатке. В репертуаре «Сити Пайпс» классическая музыка, джаз, хиты мирового рока, саундтреки из культовых фильмов, народная музыка Ирландии и Шотландии и даже русские народные композиции. Музыканты везут такие интересные инструменты, как электроорган, который будет там во многих композициях участвовать. Также один из музыкантов будет исполнять композиции на настоящем рояле. Будут присутствовать барабаны, которые будут придавать особую ритмику этим композициям. Ну и в общем мы считаем, что это мероприятие очень интересное, такое неординарное. Оркестр волынщиков «Сити Пайпс» – один из самых востребованных и необычных коллективов, поэтому такое шоу нельзя пропустить. Концерт пройдет 3 апреля в Камчатском театре драмы и комедии, начало в 19.00. Билеты можно приобрести на сайте www.3w.comconcert.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова